У нас в России после того, как были приняты законы за любое административное правонарушение, особенно в четырех регионах, город Москва, Московская область, Голос-Анкин-Террибов или Егарская область, есть в России на три года запрещать, а в других регионах есть два административного правонарушения. У нас с полгода где-то работает, с осени 19-го года, по-моему, закон обравки подминистративного правонарушения с Российской Федерацией. С этого момента вот прям соревнуется Московская область, руководитель ФМС Молодоевская, по-моему, или, да, Вадаринка, да. Ну, прям они соревнуются с городом Москвой, кто больше закрыт в ЕС. Вот хвалится в средствах массовой информации, недавно проскочила цифры, а с его слов, в Московской области въезда, причем в Россию, на основании этого нового закона, 200 тысяч трудовых миграторов. Город Москва, чудо-стое, где-то полтора с там уже подтягивается, на третьем въезде Санкт-Петербург и потом уже Егерскую, соответственно. Где-то месяц назад цифр, при этом, значит, подтянулся общей сложности по России. За 800 тысяч уже въезд в Кудар-Микан, 800 тысяч человек запрещено по, значит, там шею под административного правонарушения. Здесь нет в этой цифре посуду, это выдворение. И небольшое количество, иногда бывает, это есть руководитель ФМС, субъект имеет право депортировать. Но, в любом случае, все трудовые мигранты, это слово называется депортация, хотя там слова разные, три слова. Запрет и есть в России на три года, посуду за выдворение из Российской Федерации, и если вы говорите, что студент Федерации ФМС подписывает, то это депортация. Но все нас трудовые мигранты, одно слово депортация. Это вот, наверное, у нас в истории памяти рассталась со времен Сталина, что депорт, депорт сокращенно говоря, и вот где-то через месяц-полтора эта цифра будет минимум. Вот 73-м штата мы отмечаем где-то, у них депортация была, если память не изменяет, 200-м, но в любом случае, вот эта цифра сейчас в три раза превышает с лишним за полгода, чем депортация, вот 70-летие отмечаем крымский штата. 2128 тысяч, за 43 человека. С 828 тысяч через некрымские даты. В наше время вот уже подменил, подтягивается, запрет есть. Только тут, вот, да, только тут немножко, современные методы, да. Когда, когда это началось? Ну, после 13-го года, я точно, даже начально не скажу, на право. 2013-го. С 1 января 2014 года. С 1 января 2014 года. А, ну тогда чуть побольше получается. В любом случае, это очень астрономическая большая цифра, очень некрасивая цифра. И вот я вам вот, как раз, предложил, Галина Александровна поддержал. Потом, в этом, значит, транспарант. Видите, что самый последний, сибирский, у нас написано, депортация, вот современная, трудовых негрантов. Мы же там не будем называть национальность, трудовые мигранты. Это тоже, наше, к сожалению, боль. Я не знаю, с чем там думает, кто эти законы придумывает. И вот когда я услышу слова руководителя ФРМС города Москвы и Московской области, когда они соревнуются, я 200 тысяч закрывал. Город Москва отчитывался недавно, полтора месяца Московного совещания. В 2013 году мы 80 тысяч закрыли, а за 2014 года 40 тысяч в Москву закрыли. Это напоминает, знаете, вот как отчитывать, как будто бы плохой пример, да? Ну, может, да? Вот как... Например, начальник Освенцима, я... Или другого концлагеря, я столько-то, да? Вот ассоциация некрасивая получается, да? Это, конечно, шутка, длина, да? Мы неприятные, да? Ну, ладно, там начали... Ну, можно больше сравнить с плавником, как она волна. Да. Ну, смотри, да. Да. Ну, хорошим там жидание уливали, да? А какая разница? Заблет вес, значит, он теряет... Он теряет кусок хлеба для семьи, да? Это тоже голод, да? Ну, это не моментальная, скажем, а вот тянучая такая, ну, голодная, вот такая. Ну, не смеха тоже. Нет. Узна. Ну, вы почти произнесли свое выступление. Дадите мне...